Мелочей в деле безопасности не бывает. Сразу же заметил, глава города открывает заседание антитеррористической комиссии. Как правило, во всех школах города техническая защищенность существует, тем не менее и этого недостаточно. Иногда стоят и рамки, и все что угодно есть, то есть деньги затрачены, а человеческий фактор не срабатывает. Охранники считают, что не надо этого делать. Я уверен, что и в Керчи, наверное, знали этого парня. Вроде студент, вроде как бы ходил здесь всегда, и что на него там обращать внимание. Но видите, к чему это приводит? Поэтому беспрецедентные меры стоят, есть рамки, проверяйте, есть необходимость проверять детей в школах, проверяйте. В школах будет добавлена должность второго сотрудника ЧОПа, а также видеонаблюдение по периметру. В 17 школах такая система видеонаблюдения существует, когда фокус-камера полностью попадает в ограждение школы, и вся территория без мертвых зон просматривается. Таким комплексом оснасят еще 50 сочинских школ. На эти цели выделено более 12,5 миллионов рублей. Проверки сотрудников полиции выявили недоработки в частных учреждениях образования. Там нет должной системы видеонаблюдения, и в целом руководители институтов и колледжей игнорируют решение антитеррористической комиссии, что недопустимо. Это то, что мы можем принять решение обратиться в суд о лишении их лицензии образовательной деятельности, что возможно и будет сделано. Потому что во время нашей профилактической работы они не отреагировали. И сегодня мы будем принимать крайние меры, потому что безопасность для нас важнее всего. От педагогов требует заострить внимание на воспитании подрастающего поколения. Знать, кто у школьников друзья, чем они занимаются в свободное время, каков круг интересов, да собственно, и что происходит в их семьях. Сегодня это очень важно, чтобы не допустить в сочинской среде появления юных брейвиков. Гелена Овсейцына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.